Микс Ньюс Сегодня у нас в гостях врач-офтальмолог Андрей Соломатин из Глазного Центра Игоря Соломатина, профессора Игоря Соломатина И сегодня нам сообщили, что буквально с завтрашнего дня начнется такие первые четыре самых жарких дня Ультрафиолет, естественно, будет повышен И это, наверное, еще одно напоминание о том, что нужно позаботиться о своем зрении И вот об этом мы, наверное, поговорим И телефон прямого эфира 672-12-939 и 672-13-939 Работает, кстати, и в WhatsApp Его телефон 230-6191 По WhatsApp вы можете задавать вопросы нашему уважаемому гостю Вот, доктор Соломатин, может быть, такой первый вопрос Что касается ультрафиолета, не знаю, как защититься Только ли при помощи солнечных очков И, может быть, кто-то хочет летом выглядеть красиво, не знаю, избавиться от очков с помощью, не знаю, лазерной коррекции, линз Вот давайте обо всем об этом поговорим Обязательно Добрый день, уважаемые радиослушатели В этот приятный день По крайней мере, с утра он был таким солнечным, приятным Мне так приятно было вставать, выходить на работу Но сейчас немножко попрохладней Что касается ультрафиолета и как защищать свои глаза Все достаточно верно вы обозначили Насчет очков Есть, на самом деле, если не вдаваться глубоко в физику, в анализ То ультрафиолет... Солнце излучает разные типы волны Видимого спектра и невидимого Ультрафиолет — это волны невидимого спектра Часть всего они делятся на три вида волн Это С, Б и А Так вот, самый безопасный — это С Энергия ультрафиолетовых волн, Б, она чуть более сильная И вот именно эти волны начинают действовать на передние отрезы глаза Чаще всего они могут вызвать такие заболевания, как пингвекула или птеридиум Очень страшные названия, но по сути это не так уж... Не так страшно Не так страшно, да Это такие небольшие новообразования на конъюнктиве глаза Которые, в общем-то, не мешают никак зрению И с ними можно жить, но выглядят они... Ну, эстетически немного портят... Внешний вид Внешний вид, да, человек Так вот, ультрафиолет-Б, волны Б, они как бы блокируются роговой оболочкой глаза И дальше роговицы... Роговицы — это прозрачная часть глаза, так же, как у часов есть прозрачное стекло, так и прозрачная часть глаза — это роговая оболочка она называется И большая часть задерживается в роговой оболочке Ну, и может вызывать её повреждение Это называется... Фотокератит, в общем, вызывает такие неприятные... Вот, когда человек смотрит на яркий свет Раздражение глаза, да, примерно такие симптомы Вот это, например А если говорить о ультрафиолете под... Ну, А, значит, эти волны уже проникают глубже глаз Глубже роговой оболочки И в теории, в практике я такого не встречал Что именно ультрафиолет вызовут такое заболевание, как катаракта Или дегенеративный... Ну, это один, наверное, из способствующих факторов Да, один из факторов, совершенно верный, который, воздействуя на глаз, могут вызвать такие заболевания, как катаракта, дегенерация сетчатки Что, в свою очередь, уже влекут за собой ухудшение зрения, да? Если мы говорим всё-таки, вот раз уж мы о заболеваниях начали Если уже у людей, скорее всего, наверное, уже в определённом возрасте Есть уже какие-то заболевания, катаракта, галкома И вот солнечные... Наступили такие вот солнечные дни Что вообще действует... Как действовать? Может, какие-то специальные рекомендации есть? Если у пациента, например, нашли и диагностировали катаракту То она лечится оперативным путём Да, есть разные методы, как можно вылечить катаракту Но все они базируются на том, что это именно оперативное лечение Чаще всего пациенты спрашивают, а когда мне делать операцию? Например, по смене хрусталика, операцию по катаракте Раньше, когда операцию только начинали делать И были такие нюансы, что разрез надо было делать большой Тогда ждали, когда созреет, так сказать, хрусталь Когда он станет плотным, чтобы можно было легко его поменять Сейчас это всё чаще зависит от самого пациента Если зрение мешает качеству его жизни Качеству его жизни, тогда можно спокойно делать операцию Она абсолютно безболезненная Само проведённое время в операционном зале около 20 минут На следующий день пациент уже видит лучше Он не должен находиться в стационаре Он выписывается и на следующий день приезжает на проверку В нашем центре, я могу с гордостью сказать, что у нас единственное в Балтии И существует лазер именно для операции катаракты Который помогает, сопровождает операцию И помогает избавиться от помутневшего хрусталика С наиболее меньшим применением утерозвука Что касается вас, раз вы упомянули лазер Мы знаем, я помню ещё с 90-х годов По-моему, профессор Соломатин чуть ли не первый здесь начал Вот эту лазерную коррекцию К примеру, приблизорукости Наверное, тысячи людей, если не больше, уже прошли через эту процедуру Видимо, время идёт вперёд И я так понимаю, и лазерная аппаратура, наверное, совершенствуется По-прежнему ли вот это актуально, такая лазерная коррекция Летом, наверное, многие хотят хорошо выглядеть Может быть, даже избавиться от очков У многих очки вызывает определённый дискомфорт Кроме всего прочего Вот что тут вы можете рекомендовать? Можно вообще летом это делать? Совершенно верно Я очень рад, что мой отец, и очень горд этим, что мой отец Один из первых, наверное, первый в Балтии, кто начал лазерную рефракционную хирургию в целом Вот, и, конечно же, лазерная рефракционная хирургия Летом мы её делаем много, в больших количествах И для тех, кто хочет избавиться от очков Ведь очки, они в особенности люди, у которых зрение достаточно плохое У которых большой достаточно минус Это влияет именно на качество жизни Человек не может нормально заниматься спортом Всячески, ну, день и его утро начинается с того, что ему приходится находить очки Чтобы дальше как-то взаимодействовать со внешним миром Поэтому лазерная коррекция – это не только способ избавления человека от очков Исправление его минусы Это, по сути, улучшение качества его жизни Поэтому летом, пожалуйста, летом, весной, зимой В любое время года операция Оперироваться можно, нет никаких противопоказаний Тем более летом активный период Все хотят загорать, купаться, заниматься спортом на улице Конечно же очки мешают И лазерную коррекцию можно делать в любое время года, в том числе и летом Да Я так понимаю, чтобы людям было понятно Что, в принципе, надо записаться То есть, в принципе, если они хотят это сделать Какое-то время, наверное, пройдет до поведения вот этой лазерной коррекции Все правильно Очень верно вы заметили Чтобы операция состоялась Во-первых, не всем людям показана эта операция Поэтому мы производим достаточно часто Такой очень тщательный отбор пациентов на лазерную коррекцию Существует разное количество методов Наверное, это даже отдельная тема для разговора В отдельной передаче, где можно осветить все методы Которые сейчас есть Доступны вообще Доступны вообще Есть в нашем арсенале Это достаточно обширная тема Вот поэтому, конечно, мы предлагаем И мы делаем углубленное обследование пациента Чтобы выявить противопоказания И показания к лазерному вмешательству Так что это достаточно процесс Занимает как минимум два часа В конце этой проверки мы закапываем капли Которые ширяют зрачки И мы обычно советуем И наша регистратура советует Людям приезжать в сопровождении кого-то Или не садиться за руль после осмотра Потому что зрение вблизи Особенности после проверки Оно меняется И тяжело сфокусироваться Поэтому Вот так Это занимает процесс длительный Достаточно Да Ну, я так понимаю, что Вот если говорят таким простым языком Немедицинским Если человек чувствует Ну, сейчас неважно какой возраст Что у него вот началось так, можно сказать Проседать зрение И он понимает, что да Вот у него эта близорукость будет прогрессировать Вот И тогда он уже думает, что нет смысла ждать Пока, не знаю, если у меня уже минус 7 Пока будет, ну, условно, минус 10 Может уже Надо начинать вот эту вот лазерную коррекцию А действительно ли можно в данной ситуации Ну, если нет других противопоказаний Начинать Или если действительно такая вот прогрессирующая близорукость Надо чего-то подождать Во-первых, надо понять Почему эта близорукость прогрессирует Часто К нам обращаются пациенты Мы Оговариваем то, что Лазерная хирургия Рефракционная Вообще возможна Только после 18 лет Это связано с тем Что Примерно в это время Замедляет свою работу Или вообще Перестает расти глаз Ведь Близорукость В основном связана с тем Что глаз Увеличен в длину В норме Длина глаза 23 мм У пациентов У которых И у людей У которых есть Некая степень близорукости Он В длину чуть больше Чем эти 23 мм И Ширен Да, да Он удлинен По идее И за счет этого У людей Развивается близорукость Так вот Если мы Видим первый раз Пациента Который у нас до этого Никогда не наблюдался Он пришел С достаточно высокой степенью Близорукости И хочет делать Лазерную операцию То скорее всего Мы понаблюдаем Год Чтобы Уточнить Чтобы удостовериться Что длина глаза Не увеличилась Потому что мы Операцию сделать можно Да Но главное Чтобы Эффект был И чтобы Он был длительный И чтобы Пациент был доволен Исходом этой операции Да Поэтому Наверное не стоит Надеяться на чудо Что будет ноль Да Что будет стопроцентное зрение Ну Вы понимаете Каждый раз Когда ко мне приходит пациент Частый вопрос Да Частый вопрос Который нам задают В частности Мне задают на приеме Это Какая гарантия Да Ну Я отвечаю честно Что Если допустим Какой-нибудь Хирург Даст И скажет Прямо Я даю вам стопроцентную гарантию Зовите его фамилию То он где-то Ну Соврет Потому что Ну Любой хирург Кто оперировал Стопроцентной гарантии Даст Не может Да Но Эта операция Если посудить И посмотреть По Выкладкам Информации Научных Публикаций То Она самая Безопасная Операция Не только Из глазных Автомологических операций А вообще Да В мире И Эта операция Делается у нас Очень давно Отработан Механизм Как отобрать пациента Как сделать операцию Как вести пациента После И поэтому Все это вкупе Дает нам возможность Коррегировать Зрение До 100% Ча Да Мы целимся В 100% Зрение Ну 100% Это очень сложное Понятие Потому что Ведь это Относительная величина Конечно Нет Ну Все это Ясно Вот поэтому Но Мы целимся На Идеальное зрение В среднем По популяции Это единица То есть практически Без очков Ну не практически А без очков Без очков Да Есть свои нюансы Это мы обговариваем С пациентом Есть свои ограничения По возрасту Это тоже мы оговариваем Но Узнать про то Возможно ли коррекция И Какой будет выход По коррекции Это мы все обговариваем Во время Обследования Такой технический вопрос Наверное важный Многие Наверное думают Может быть Какую поставили в памяти Что прийти Вот Для решения Вот этой проблемы В том числе С лазерной коррекцией Что нужно какое-то Направление от врача От офтальмолога Не знаю В поликлинике Я так понимаю Что это не требуется Все обследования Можно пройти В вашем медицинском центре Да Так и есть В основном Направления нужны Если вы идете Там Например В городскую клинику На операцию По квотам Тогда да Нужно направление В нашей Наша клиника Частная Поэтому Направление К нам Не нужно Все что требуется От пациента Это просто Позвонить Или В настоящее время Даже звонить Нужно Есть социальные сети Там Инстаграм Фейсбук Ну все что Все что есть У нас присутствие Есть везде Поэтому Не нужно даже звонить Кто-то боится Звонить И говорить Кому-то не нравится Кому-то легче написать И наша Регистратура С удовольствием Отметит И запишет Вас Если есть Противопоказания Во время Обследования Видимо Это станет Понятно Конечно Для этого Человек проводит Столько времени В нашем центре Я еще раз скажу Что это в районе Двух часов Чтобы выявить Мельчайшие Противопоказания Вот мы сделаем Такую затравку Для второй части Вот Не знаю Есть такое мнение Если такая Точная статистика Не знаю Может быть Вы знаете Что вот Использование Всех бесконечных У нас Гаджетов Айпэдов Ноутбуков Ну вообще Очень много Люди проводят И по работе И не по работе Вот живут буквально Вот В этих компьютерных Технологиях И Наверное Многие считают Что Да Вот Зрение Если у меня ухудшается То в первую очередь От этого Есть ли какие-то наблюдения Есть ли какая-то корреляция Можно и сказать Что те Кто Совсем уж так Примитивно Пялится с утра до вечера Вот в этот гаджет Что он рискует Своим зрением Да Это очень интересный И очень актуальный вопрос Вы правильно это подметили Я что хочу сказать Что Зрение Ухудшается Есть механизм Как Долгое Там Работа За компьютером Долгая работа За гаджетом Долгая работа Вблизи Влияет На зрение В целом То есть доказана Такая причина Следственная связь Конечно есть Причина Следственная связь Да Вот на этой ноте Мы так сделаем Такую затравку Во второй части Будем принимать Ваши звонки Тоже Врач-офтальмолог Андрей Саламатин На студии Не переключайтесь Микс Ньюс Врач-офтальмолог Андрей Саламатин На студии Наша передача Медицинская Зрев корень Вот мы сделали Такую затравку В первой части Поговорили о таком Ну естественно Это бич времени Очевидно Что люди Много проводят Вообще В своей жизни Да я бы так сказал В смартфонах В гаджетах Иногда такое ощущение Что они эту жизнь Не замечают Но это вопрос Для другой передачи Все-таки Вот С чем вы сталкиваетесь По своей практике Вот когда приходят Люди Может быть даже И уже с подросткового возраста Начинают жаловаться Там На боли в глазах Сухость в глазах И так далее Все правильно Вы подметили Это Достаточно такая Обширная проблема В наше время И Очень много Молодых людей Связанных С Работой В IT-технологиях Программировании Все это Подразумевает Под собой Очень Интенсивную И очень долгую Работу вблизи За компьютером Когда человек Работает За компьютером Значит Мышцы глаза Напрягаются Для того Чтобы сфокусировать Поток света Точность В точную В точку На сетчатке Да И Если Это Этот процесс Долгий То Чаще всего Эти люди Пациенты Они жалуются На то Что начинается Какая-то Тяжесть в глазах Что им После Долгого времени Провождения За компьютером Очень тяжело Сфокусироваться Тяжело ехать В машине Блики В вечернее время Это все Чаще всего Связано С так называемым Спазмом Аккомодации Это первое Второе Это Сухость Глаза Которая вызывает Повседневная работа С компьютером И Да Очень часто К нам Обращаются Вот Молодые Люди С Именно С такими Жалобами И Конечно Можно Помочь Есть достаточно Много Средств И Предпоспособление Как помочь Например Есть специальные Очки Для работы С компьютером Называются Они Антифатик Это Французского Я так понимаю Против усталости Смысл их в том Что Нижнее Допустим Если мы берем Человек У которого Зрение Не плюс Не минус А ноль Так называемый Эмитроп То у него Небольшой плюс Вставляется В эти Очки До плюс Единицы В зависимости С того Какое у него Зрение И это Снижает Спазм Мышц И дает ему Возможность Не уставать С этим глазом Да Давайте будем Принимать звонки Тоже Добрый день Слушаем вас Пожалуйста Добрый день Доктор Я у вас Где-то Года Три Или четыре Назад Был на приеме Вы мне Сказали Такую вещь Мне помогут Только Стволовые Клекции Как Насчет Этого Вообще Продвигается Теперь Вроде бы Ну Так Стараюсь Быть В курсе Ну Как Уже Апробации Есть И вообще Какая Перспектива В этом направлении Сейчас В офтальмологии Спасибо Интересный вопрос О стволовых клетках В офтальмологии Да Наверное Это Целую передачу Можно посвятить Да Конечно Значит Если мы Говорим О стволовых Клетках В офтальмологии То Конечно Нужно знать Причину И что за Заболевание Чаще всего Стволовые клетки Мы применяем И вообще Офтальмология Применяют При ожогах Роговицы Когда очень Тяжело Восстановить Так называемые Лимбальные Ну Ну Снабжение Питательными Веществами Роговицу Да Тогда Пересаживают Так называемые Лимбальные Стволовые Клетки Чтобы Улучшить Прозрачность Роговицы При химических Чаще всего Ожогах При ожогах Щелочью Роговицы Чтобы Если Роговица Еще В перспективе Возможно Что Без пересадки Можно Это Как Можно Исправить Зрение Да Тогда Пересаживают Стволовые Клетки Лимбальные Стволовые Клетки Конечно Сейчас Ведется Многие Разные Исследования На почве Стволовых Клеток В В том Чтобы Исправить Некие Патологии В сетчатке Но Видите Вся Проблема Стволовых Клеток Они Так называемые Полипатентны Они могут Делиться Но делиться Неуправляемо И Все Это Может Привести К Злокачественному Образованию И Если Лимбальные Клетки Пересаживаются То В терапии И лечении Сетчатки Сейчас Еще Ведутся Поиски Некоторые Заболевания Лечатся Недавно FDA Американский Food and Drug Administration Получил Разрешение На Введение И Лечение Такого Заболевания Как Ретиниз Пигментоза Такими Инъекциями Но Это Недостаточно Распространено Чтобы Входило В ежедневную Клиническую Практику Врача Втермолога Это Будущее За этим Будущее За это Будущее Давайте Примем Сразу Еще Один Звонок Дубович Здравствуйте Я Хочу Врачу Задать Такой Вопрос Конечно Он За операции Будет Рекламировать Но Я хочу Простую Гимнастику Для глаз Существует Я знаю Карандаш Отодвигает Вдаль Потом Близко Глазу Потому Что Мышцы Тренировать Глаза Может быть Слегка Нажимать На глаз Чтобы Близорукость Сделать Из удлиненного Глаза Нормальный Можно Это Или нет Какая-то Гимнастика Существует Спасибо Большое Да Вот такой Вопрос Чтобы Действительно Не создалось Ощущение Что Все Лечится Только С помощью Оперативного Мешательства Совершенно Верно Очень Хороший Вопрос И Нам Часто Его Сдают На Приемах Мне В том числе Здесь тоже Надо узнать Причину По которой Человек Хочет Делать Гимнастику Значит О том Что мы с вами Говорили Часто Работа Вблизи Напряжение Мышц Их Можно Расслабить Когда Человек Работает Вблизи Очень Много И Напрягает Мышцы Соответственно Когда он Смотрит Вдаль Он Эти Мышцы Расслабляет Это Все Это Теория И научно Это Не доказано Но Есть Определенное Количество Упражнений Которыми Можно Воспользоваться Что в теории Расслабить Эти мышцы Это Подразумевает Надо Смотреть Вдаль Как минимум Пять Раз в день На Где-то Пять минут Чтобы Расслабить Эти мышцы Но Видите Проблема В чем Мы По сути Там Мы ленивые люди И Иногда Просто Забываем Дисциплины Не хватает Забываем Это И Если Три-четыре Раза Мы Это Сделали То На пятый Нам Наверное Надоест И Так как Эти мышцы Не подвластны Воле Человека Они Быстро Снова Наберут Тонус И Такие Проблемы Как Спазм Аккомодация Он Возвратится Если Мы Говорим О Других Заболеваниях Как Помутнение Там Помутнение Хрусталики Катаракта То К сожалению Здесь Никак Не обойтись Занятиями Тренировать Мышцы Ну Никак Ну К сожалению И длину Глаза Ну Невозможно Уменьшить Работой Мышц Пока Это Не доказано И научно Не обоснованно Что это Можно Как-то Сделать Я так Понимаю Что Современные Методы Оперативного Мешаства И Скажешь Это Несложная Операция Позволяет Уже Вот Потом Ехать Человеку Домой В тот же День Да Если мы Говорим О Лазерном Лечении Лазерной Резекционной Хирургии В принципе Можно Ехать Уже Домой Спокойно Там Допустим За рулем Мы все-таки Не советуем Потому что Операция Это не только Как бы Стресс для глаз Это стресс Для всего Организма Человек волнуется Человеку Стресс Все-таки Это операция Совершенно верно Поэтому Все-таки Мы Советуем Спокойненько Сопровождающим Отправиться Домой И отдохнуть И уже начать Лечение Дома Продолжить Звонки по двум линиям Будем их принимать Добрый вечер Слушаем вас Пожалуйста Добрый вечер Доктор Соломатин Вот Что я хотел Спросить вас Вы знаете Эту проблему Что Нарушение Зрения У ребенка Появляется В первые секунды Появление Его на свет Тогда Когда Когда он Ищет его Матери Попадает Под софиты Операционных Ламп И получает Светобаянь Которая Остается У него На всю жизнь Сорвался Звонок Ну в общем-то Мысль понятная Это уже больше Наверное К физиологии Относится Да Да Вообще Когда ребенок Рождается Зрение У него Очень интересно Перевернуто У него Большие плюсы Из-за того Что глаза Маленькие И поэтому Зрение Младенца Оно Очень интересное По своей Суть Ну тут уже Ничего не сделаешь Добрый вечер Слушаю вас Пожалуйста Добрый вечер Пожалуйста Говорите Такой вопрос Алло Добрый Добрый день Добрый вечер Если вы Приглушите Звук Своего радиоприемника То мы вас Услышим И вы нас Услышите Да Пожалуйста Да Глубком Один глаз потерян Один там еле Еле Ну там Черное На белом И белый на черном Да Хорошо ли носить Даже в такой Темную погоду Очки Второй вопрос Можно ли Когда смотрю телевизор Я там ничего не Только слушаю Да Очки надо Одевать Или нет И третий вопрос Конечно Если вот там Что-то глазу От меня бы еще Осталось Есть ли какие-то Перспективы На сегодня Спасибо Да Может быть даже начать С последнего такого Да Спасибо большое За ваш вопрос Глукома Это отдельная тема Глукома Чтобы все понимали Кто нас слушает Это прогрессирующее Нейрогенеративное Заболевание То есть Здесь Мы говорим О том Что Нервные клетки Отмирают И повышение Глазного давления Просто как Одно из Симптомов Одно из симптомов Совершенно верно Это просто Легче всего Как бы Один из факторов Который легче всего Диагностируется Это Давление Да Но Это Полиморфологическое Заболевание Да Которое Главная суть Это отмирание Нервных клеток Так вот Значит Единственный Пока что Способ Как лечить Глукому Это Воздействовать На давление Внутриглазное Тем самым Как бы Останавливая Замедляя Прогрессию Замедляя Совершенно верно Вылечить Глукому Я к чему Клоню Вылечить Глукому Пока Невозможно Вот именно В понимании Вылечить Да Пока что Пока мы не научились Действовать Вот Один из предыдущих вопросов Стволовые клетки Как вырастить Новые Нервные клетки Мы этого не научились Но есть Какой-то там Наработки Что пишут В научной литературе Есть наработки Были даже В советское время Такие Так называемые Нейропротекторы Которых Цель была Защитить Нервные Волокна От Воздействия Давления И Других Факторов Ухудшения Кровообращения Да Но На сей день Единственное Возможное Лечение Глукомы Если Можно Как-то Моделировать Давление Это капли Если Невозможно Никакими Образами С каплями Не подается Лечению Это давление То тогда Операционный метод Что касается Очков Очки Ну Если мы Говорим Про телевизор Очки Хуже Они не Сделают Да Это Видимо Об этом Спрашиваем Человек Да Хуже Очки Не Сделают Но Главная Задача Теперь Пациента Наблюдение И сохранение Второго Глаза Делать Поле Зрения Наблюдаться За давлением Менять Капли Если Если Давление Не держится Да На капли Может быть Аллергия Человек С Глукомой Это Достаточно Это Тяжелое Заболевание Оперативное Мешательство Позволяет Остановить Этот процесс Оперативное Лечение Как я Говорил И повторюсь Оно Помогает Нам Снизить Давление Если Это Давление Не поддается Снижению Тогда Только Вот Так Чтобы Радиослушатели Поняли Почему Второй Глаз Тоже Оказывается Под угрозой Скажем Так Чаще Всего Глукома Она Диагностируется На обоих Глазах Иногда Бывает Что Просто Один Прогрессирует Больше Условно Один Прогрессирует Больше Может быть Понимаете В чем Проблема Человек Не может Потому что Глукома Чаще всего Связана Не чаще всего Глукома Она характеризуется Тем Что выпадает Поле зрения Поле зрения Сужается Но так как У человека Два глаза То ему Сложно В какой-то момент Определить Что в правом глазу Поле зрения Ну Ухудшилось И чаще всего Не чаще Ну Очень часто Люди приходят С так называемым Трубчатым зрением В одном глазу Когда Такое заболевание Как Глукома Она Ну Достаточно Сильно Спрогрессировала Поэтому Очень Важно Людям После Пятидесяти Лет Проходить Обследование У глазного Врача Хотя бы Один Раз В год Чтобы Выявить Те Заболевания Которых Пациент Может сам Не подозревает Ну в принципе Я так понимаю Что и к вам Приходят Пациенты С Глукома Это знакомая Вам проблема Скажем так Не только теоретическая Да Конечно Совершенно верно Мы занимаемся Всеми спектрами Заболеваний Связанных С глазом Это не только Лечение Близорукости Лазерной хирургии Лечение Катаракты У нас Есть Достаточно Много Специалистов Которые Вы кстати Чтобы люди Понимали Что ваш Глазной центр Ведь не только Ограничивается Если так можно сказать Оперативно Мешается Если надо Вы и медикаменты Назначаете Конечно Конечно У нас Очень много Так сказать Глазных терапевтов Которые занимаются Терапевтическим Лечением Да Они Там Смотрят Глазной Но ведут Пациентов Очень важно Вести Пациентов Вот и доз И наблюдать И наблюдение За пациентов В глоукоме Это критически важно Здесь Очень важную роль Играет Подход врача Назначение Медикаментов Медикаменты И капли Они ведь Как лечат Так и калечат У них есть Свой Позитивный эффект На зрение И свои побочные эффекты На весь организм В целом Иногда Пацан не подозревает Почему у него Вдруг начались Проблемы С тахикардии Сердцем Проблемы А это Головные боли А это Следствие Повышения Глазного давления Да Может быть Тогда Так вот Подытоживая Все-таки У нас Стало Пару минут Вернемся К тому С чего мы начали Поскольку Наступают Такие солнечные Жаркие дни Все-таки Насколько Важно И в каких Случаях Носить Вот эти Солнцезащитные очки Носить солнечные очки Достаточно важно Есть И обязательно Чтобы они Были С ультрафиолетовой Защиты Да Есть Даже Такие Так называемые Фотохроматические То есть Не любые Где-то В переходе Купленные очки Могут иметь Такую защиту К сожалению Да К сожалению Эти очки Часто Которые Покупаются В переходе Чаще всего У них На полдушки Написано Что они Со стопроцентной Защитой Ультрафиолета Но это Не всегда Так Но Видимо Дешевая цена Как-то Подкупает Да В некоторых Оптиках Даже можно Проверить Насколько Очки Предохраняют Ультрафиолета Вот И Это очень важно Даже Например Люди У которых Проблема Со зрением Есть Фотохроматические Очки С диоптерами То есть В светлое время И под солнцем Они становятся Темнее А в помещении Они светлые Такие Назваемые Хамелеоны Да Совершенно верно Да Хамелеон Есть даже Такие линзы Но Линзы Они защищают Роговую Оболочку Глаза Это очень Интересно Наблюдать Как люди Выходят Из помещения На яркий Свет И у них Глаза меняются Становятся Более темнее Это эффект Фотохроматических Линз Но Линзы защищают Только одну Часть глаза А очки Защищают По Большую поверхность Если мы говорили О пингивековых И птеригиумах На конъюнктиве То Здесь лучше Надевать Конечно Очки С Ультрафиолетовой Защитой Это достаточно Важно Ну что ж Будем придерживаться Этих рекомендаций Ваш Ваш Тальмолог Андрей Сломатин У нас был В студии Большое спасибо Но не все звонки Успели принять Встречаемся Уже я так понимаю С другим доктором Еще через неделю В пятницу В это же время Не переключайтесь Спасибо